В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей. К ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены, стратегия оказалась успешной. Но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Об этом глава Самары Елена Лапушкина рассказала во время встречи с жителем железнодорожного района. Безусловно, вопрос развития города очень простой, тем не менее достаточно сложный. Понятно, что всем хочется жить в красивом, комфортном, современном мегаполисе прямо сейчас. Но этому предшествует огромная работа, в том числе и по планированию. И у нашего города такой стратегический план уже есть. Все направления развития Самары, предусмотренные стратегией 2013 года, актуализированы и нашли свое отражение в новой редакции. На этой неделе обновленный документ прошел успешное утверждение на заседание Стратегического совета и Городской думы. Во время встречи с главой Самары Еленой Лапушкиной жители железнодорожного района получили возможность озвучить свои вопросы и предложения, которые касаются реализации стратегии. У нас в железнодорожном районе в последнее время большой культурным пространством стала и Крымская площадь, у нас появился новый театр Самарт, но хотелось бы, чтобы на большей территории у нас было побольше культурных объектов. Хотелось бы предложить, чтобы все-таки мы включили план кинотеатра «Россия» и кинотеатр «Авангард» Запонском, чтобы все-таки жители и поселка Шмидта, и вот центральной части города получили больше объектов культурных. Елена Лапушкина рассказала, что проект преображения кинотеатра «Россия» прошел госэкспертизу. На его реализацию заложены федеральные и областные средства. В следующем году начнется капитальный ремонт здания. Его площадь будет увеличена. После завершения ремонта в бывшем кинотеатре разместится муниципальный молодежный театр «Мастерская». Глава города подчеркнула, что все перемены, происходящие в Самаре, зависят от активности самих жителей. Сейчас от жителей зависит очень многое. Многие решения принимаются именно жителями. Мы бюджет планируем на основании пожеланий, в том числе и жителей. У людей открываются огромные возможности по привлечению денег для решения того или иного вопроса. По благоустройству дворовых территорий, по установке памятников, вплоть до дождевой канализации. Жители поселка Шмидта рассказали, что получили сразу два подарка к Новому году от городских властей. С 1 декабря там ходят четыре автобуса вместо двух по маршрутам номер 13 и 3, что в морозы особенно актуально. Для нас это прям, мы даже на такое чудо не рассчитывали. Мы очень благодарны департаменту транспорта. Мы обсуждаем в группах, у нас многочисленные группы в Абере, обсуждаем расписание. То есть мы это все с нами, наше мнение очень учитывается. Мы прям буквально на короткой связи с руководством департамента транспорта. Они нас слышат и мы в общем все довольны. Кроме того, заасфальтировали центральную дорогу, которая проходит через весь поселок. В поселке Шмидта работает много предприятий, есть речную техникум. Жители возят детей в сады и школы. Мы очень долго ждали ее. Это улица 128 километр, третий год пятилетки. Это практически до конца поселка. То есть у нас центральная проезжая часть, она теперь вся заасфальтирована. Мы очень довольны, жители очень благодарны, потому что в частном секторе эта проблема всегда стояла. Люди с удовольствием ходят по ней с палками для скандинавской ходьбы. И в общем просили передать благодарность Елене Владимировне за вот это вот доброе дело. Среди приоритетных задач новой редакции стратегии развития Самары до 2025 года. Повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и цифровая трансформация. Встречи главы Самары Елены Лопушкиной пройдут с жителями всех районов города. Виктория Шарая, Константин Головин. События.